На сцене человек, который понимает ценность своего времени, понимает ценность себя самого. Встречайте, Валерий Альшанский! Ух, всем привет! Организаторы, остановите таймер на 30 секунд, меня просто разрывает от эмоций. Сейчас, ребята, предыдущие спикеры так раскачали просто энергию. Я думаю, неужели так бывает? Взял, помчался, один, второй, пятый, десятый, двадцать пятый бизнес. Оля жути нагнала, я представил вот эту картину, да, бизнес закрылся всем. Верни бабло, верни бабло, я не приеду. Верните мне 40 секунд, сейчас я в себя приду. Всем привет! У меня сегодня очень интересная тема тоже. Я хочу с вами поделиться, наверное, собой. Небольшим кусочком себя есть. Вообще мы все говорим про бизнес, про бизнес. В зале есть люди, кто работает на работе. Поаплодируйте. Все, круто. Вот, соответственно. А те, кто любит очень сильно родителей. Супер! Мы с вами сейчас поговорим на одном языке. Я хочу, я как раз отношусь к той категории людей. Я такой хороший мальчик всегда был. Я нормально учился, меня все любили, все хорошо. И сегодня я с вами поговорю про классную тему. Сейчас какой слайд, я пойму. Вот, да, сегодняшняя моя тема – ключевая ценность партнерского сообщества. Что это такое? Могу рассказать через историю, как легко побеждать, как красиво, красивые картинки. Это все на самом деле так и есть. Но буду говорить конкретно через свою историю, через свое сознание. Я признателен некоторым людям, сидящим в этом зале, большому количеству людей, на самом деле, сидящим в этом зале. И некоторым персонально о них буду говорить за то, что эти осознания ко мне когда-то в голову пришли. Окей, начну немножечко со своей истории. То есть откуда я взялся, чем я занимался. Уже начал говорить, я был хорошим мальчиком. Я очень любил родителей. У меня папа всю жизнь работал в органах, мама работала в институте. И у меня присутствовали базовые установки. То есть как надо жизнь жить. У меня мама 20 или 30 лет на одном месте отработала. Отец тот же самый путь. И та картина мира, которая выстраивалась в моей голове с самого детства. Что это? Это школа, институт, работа, карьера. Поаплодируйте, кому откликается вообще эта история и кто с этой картины мира. Окей, всем известно, к чему меня это привело. Учился я в школе так себе. Я тоже любил тусы в каком-то таком возрасте. Потом училище с красным дипломом. Все хорошо. И потом началась работа. Я не из разряда ленивых. То есть я всегда понимал отец в органах. Мужик должен зарабатывать. Это норма. Мама много лет не работала. Я начал свою трудовую карьеру в 14 лет. Как я только получил паспорт, устроился на работу. Я 4,5 года занимаюсь маркетингом и всегда смеюсь. Я 14 лет свою жизнь с маркетингом связал. Первой моей работой я раздавал листовки в переходе рекламные. Потом я разносил листовки по почтовым ящикам. Потом я устроился в компанию M-Video. Шикарная, классная компания. Она по сей день существует. Там я получил какие-то первые навыки в работе в команде, в коллективе. И там у меня появился первый карьерный рост. Там из продавца, там старшего продавца. Думаю, прикольно. Потом в мою жизнь пришла семья. Я женился. Женился я очень рано. И с меня начали денег требовать. Думаю, что за хрень? Пока встречались, можно там самостоятельно. Подарил? Хорошо. Не подарил, ну как бы ничего страшного. А тут я женился, у меня родился ребенок. И работая в компании M-Video, это прям лохматые годы были, давно, нормальная компания, с ней все хорошо. Я зарабатывал тысяч двадцать. И вдруг ко мне прилетает новость, что я нашла объявление. Можно зарабатывать тридцать пять. У тебя есть диплом, ты умеешь холодильники ремонтировать. Ребят, я год просто учился в училище вот на этой теме. Окей, я устроился на работу. Видите, там картинка холодильника справа. Я был тем парнем, который ездит по магазинам и ремонтирует холодильники, в которых пиво стоит. Со мной случилось чудо. Я устроился в крупную компанию, и та установка детства, да, хорошо учись, хорошо работай, и будет карьерный рост, и с тобой случится счастье, со мной в жизни случилось. Меня заметили действительно в крупной компании. В компании, очень крупная компания, не будем о ней, я отработал семь лет. Карьерный рост меня там ждал примерно каждые полгода. Мастер по ремонту холодильников, потом не пойми, откуда звонок. А ты, по-моему, учишься, давай в центральный офис, машинами будешь управлять. Где я, где машины? Кто работает нами, неохота делать, на работу ходить, ищет какие-то возможности, где можно поюлить, что-то не доделать, свободное время на детей и так далее. Не надо себя выдавать, мы поняли, это каждый. И, соответственно, потом карьера, карьера, карьера. Я к 22 или к 23 годам я сел прямо на коня. Я занял позицию национального менеджера по управлению корпоративным автопарком. Мужики меня поймут, 1300 автомобилей подо мной были в управлении. Все шикарно. В найме. Но у меня все шикарно. У меня прям все хорошо с деньгами и так далее. Честно, я был убежден, что все, что мне родители транслировали с самого детства, красавчики. У меня все получилось, все хорошо, у меня будет так всю жизнь. Но не только в бизнесе бывают нежданчики. Изменилось законодательство, и вот эта ниша алкогольная, она очень сильно провалилась, и прослойка среднего менеджмента, ну, топ-менеджмент, не знаю, среднего менеджмента. Просто в один день я пришел на работу, и мне сказали до свидания. Так себе. К тому моменту времени у меня двое детей уже было. У меня все хорошо, подушки безопасности ноль, потому что я тоже любил тусить. Несмотря на то, что двое детей, там какие-то периодические путешествия и так далее, пришло сокращение, и вот все. Я в один день остался, ну, считайте, что по сути на улице, и вот именно в это время ко мне пришло осознание, что что-то не то, что-то не то с установками. То есть найм — это не равно стабильность. У меня произошел разрыв, да, моей картины мира. Мама 20 лет работала, папа там 30 лет, а я не такой. Я же хороший мальчик. Попытка номер два. Я устроился также на работу в другую компанию. Мои должности были вот по пальцам пересчитать на всю Москву. Это было пять компаний, где были такие позиции. Я устроился в крупную страховую компанию вообще с абсолютного нуля. И пять лет я по этой компании бодро-бодро шагал. Видите, вот этого парня позитивного. Вы меня вообще узнали? Вот слева. Это я когда устроился в страховую компанию, полу энтузиазма такой. Вообще с нуля просто мы работали и страховали корпоративных клиентов. Пять лет карьеры. Как вам вот этот мужик в галстуке? Вот запомните вот этот взгляд. Запомните вот этот взгляд, когда у меня все хорошо. Корона видна там на голове, не? Я там целый исполнительный директор по работе с ключевыми предприятиями региона. То есть это заводы, пароходы, крупные компании. Вот я в галстуке, все. Это фотография, кстати, в соседнем зале. Это был день рождения той компании. Я успешен. Вот оттуда ко мне в голову пришла, ко мне на голову пришла корона. И что по сути? То есть к своим 30 годам, к своим 30 годам у меня все хорошо. Внешне для всей, для всего окружения, для всех людей, кто меня знает, у меня как бы было все окей. Я построил дом. Еще квартира появилась. У меня родился сын, я план перевыполнил. У меня трое детей уже было. На фотографии есть. Я посадил дерево тоже не одно, 30 соток в Подмосковье. Все кайфово. Но кому вот эта история знакома? Что ожидания в картинке у меня по-другому выглядели. По сути, давайте так. Сейчас скажу немножко честно. В тот момент времени я находился с долгом минус 4,5 миллиона. Ипотека, кредиты. Знакомо же кому-то? Я не один тут такой. Знакомо. Это же тоже норма. Это картина мира. То, чему учили. Хочется микроволновку. Сходили, забрали сейчас. Так можно. Хочется в отпуск деткам. Лето пришло, есть дача с домом. Но детям надо морским воздухом дышать. К сожалению, все, что я мог себе позволить, работая в нами, я зарабатывал хорошие деньги. Мы можем же здесь про деньги говорить? Ребят, ну на понимание, я сам из Москвы. В Москве родился. Я зарабатывал 300-350. Это хорошие деньги. Корона на голове мне поддавливала. Ни один человек из моего окружения по сути не зарабатывал таких денег. Ну, несколько человек. Кто-то там бизнесом занимался, знакомый и так далее. Но я был красавчик. И когда денег не хватало, я думаю, ну что ты, короче, со мной все окей, просто жизнь такая. Вот. И был отпуск-то вот не такой, как на верхней картинке, как мне хочется белый песок. А это горящая путевка. В лучшем случае в Турцию. На пятерых это там бюджет эгегей. Вот. Хотелось другого. Я ж мужик. Работая на должности исполнительного директора, и это нормально. Я никогда не стеснялся работы вообще никакой. Я пятидневка работал с пятницы на субботу, всю субботу, субботу на воскресенье, все воскресенье, я работал в такси. Вот. Думаю, я же обязан содержать. Вот. Ну, короче, вот эта история, она меня к чему привела? То, что моя картина мира, которая, в принципе, для себя простроила и в масштабе всей жизни. Я вот здесь, знаете, паузу три секунды возьму. О чем я мечтаю в масштабе всей своей жизни? У меня очень рано ушел отец, ему было 56 лет. Все, что я видел, да, он всю жизнь там строил, строил, строил дом, говорил, я уйду на пенсию, буду жить на даче. Увы. Соответственно, я понял, и у меня математический склад ума, понял, что то, что я хочу, стоит примерно 65 миллионов рублей. Это дом на море, у меня была мечта, жить на море. Там путешествия, не по горящим путевкам и так далее. Простая математика. Из того дохода, который я зарабатывал, я мог откладывать максимум 10 тысяч рублей. Ну так, чтобы отложить и не потратить в отпуске. Вот я про что. Да, чтобы вот у меня капитал формировался. Мне на это надо 547 лет. Я оптимист, но не настолько. Как бы, да, все очевидно. Вот здесь ко мне пришло осознание номер два, что найм — это не мое. То есть объективно я понял и посчитал, то, чего я хочу в своей жизни, там я точно не получу. Математика об этом говорит, а это факты. Следующая мысль. Мне нужен бизнес и принципиально другой уровень дохода. Когда? Ну, вариантов нет только сейчас, потому что мне 30, у меня багаж так себе, отец прожил 56. Ну, как бы надо резко прям ускоряться и так далее. Два года я потратил на поиск ниши. Вот, ребята, предыдущий спикер, прям бодрый, много, да, все увидел, взял, открыл бизнес, поперло, поперло, не поперло, бог с ним. У меня денег не было, я два года искал нишу, это ферма, это большой техцентр, интернет-магазин по продаже кормов для животных. Как нишу искал? Есть дети, молоко плохое, надо мне ферму открыть. Год. Не, не мое. Автопарками управлял, надо автосервис открыть. Нет, там 50-70 миллионов инвестиций. У меня долг был, жрет много, надо корма для животных и так далее. Соответственно, два года к чему меня привело, к тому, что у меня есть две проблемы, глобально две. Нет бабла и нет опыта. С точки зрения бизнеса, что с этим делать? Ну, надо собраться силами, где-то пойти, что-то там взять кредит или вот как-то что-то, но и есть еще мнение окружающих. Кому родители, может быть, когда-то говорили, может быть, друзья, или сам кто-то задумывался, что бизнес-то это же стрёмно. Вася друг вложил, и он прогорел. Таких же историй миллиард. И вот, короче, на меня со всех сторон. Вот это куда? Ты на должности исполнительного директора. Ты 300 тысяч, да ты же зажрался. Короче, все нормально. Дача, дом и так далее. Понял, что мириться не хочу. И один простой-простой пример дал мне понимание. Все знаем пример про банк с солеными огурцами. Если туда сырой положить, что с ним будет? Он просолится, очевидно. Думаю, нужно другое окружение. Вот таким образом в октябре 2017 года, я 4,5 года уже являюсь партнером компании Global Intellect Service, ко мне пришла моя знакомая. Мы раньше пересекались по работе, она говорит, есть классная идея. Есть классная идея, на которой можно зарабатывать деньги, тема вообще на миллион. Я получил предложение, и я достаточно быстро принял решение, потому что я увидел все вот эти закрытые мои проблемы, которые мне мешали, что это ниша IT, об этом говорили, вопросов нет, приемлемые вложения, ну, для любого человека. Для меня было принципиально важно эта окупаемость. В среднем, да, подсветили, говорит, от 1 до 3 месяцев абсолютно любой человек может здесь сделать хороший результат. Потенциал у меня в голове не умещался, то есть зарабатывает 300, я мечтал о миллионе, но, честно, я в него не верил. Ну, как бы миллион, думаю, да ну, ну, честным трудом невозможно это заработать. Вот, но очень сильно хотелось. Вот, на сегодняшний день, так скажи, есть те, кому кажется, что миллион это вот в месяц? Да все красавчики прям, все можно. Все можно на самом деле, когда приходит миллион, там в голову уже помещается 3,5 и так далее, и так далее. Этот путь простой. Я здесь увидел то, что есть готовая система обучения, я здесь увидел то, что есть система наставничества, то есть ни в одном бизнесе, ну, открыл бы интернет-магазин, конкурент бы мне явно не начал бы рассказывать, как его делать лучше и успешнее. И, соответственно, окружение, это клиенты-предприниматели. То есть, да, с кем я буду работать, это владельцы бизнеса. Я понял, что в партнерском сообществе есть много людей-предпринимателей. Риски. Только я и моя лень. Вспоминаем такси и круглосуточно. Я точно понимал, что я не отношусь к той категории людей, которые просто ленивые и не хочут работать. Я хочу хорошо жить. И, соответственно, начался мой бизнес. Вторая неделя, моя вторая неделя в этом бизнесе, и я подключил четырех клиентов. Уровень компетенций ноль. Как ребята, предыдущие спикеры уже говорили, есть система наставничества, тебя взяли за руку, говорят, пойдем, я тебе покажу, как это нужно делать. На фотографии это мой первый клиент, это один из моих кураторов, Александр Лукьянов, соответственно. За вторую неделю в бизнесе я заработал две тысячи долларов. Честно, у меня кукушку сорвало, я по-другому вообще не скажу. То есть я думаю, а что так можно было? То есть в найме я пять лет работал и так далее. Дальше, спустя месяц после регистрации я окупил полностью все вложения в свой бизнес и я заработал, окупив вложения, и я заработал дополнительно больше, чем я зарабатывал в найме спустя пять лет на руководящей позиции. На фотографии я обожаю эти фотографии, не удаляю их с телефона и никогда не удалю. Вот смеющиеся, замечательная девушка это Ирина Козик, тот человек, кто меня в бизнес пригласил, огромный букет и Александр Улукьянов. Тогда это было модно аирподсы. Я просто настолько охренел от того, что можно так зарабатывать и вот это было просто проявление благодарности. Я пришел к ребятам, это было в ресторане Monty's Friends, я говорю, ребята, вот вам просто респект за то, что вы со мной за месяц это сделали. Что было дальше? А дальше понеслась работа с установками. Когда я заработал свой первый миллион, упс, когда я заработал свой первый миллион, первое, что я сделал, я в отпуск уехал. Думаю, надо отдыхать, но не тут-то было. Соответственно, первые 3-6 месяцев, то есть в партнерском сообществе одна из ключевых ценностей это поддержка. И не из разряда, что не надо, куда-то иди. Это работа с головой, это работа с восприятием. Рядом всегда есть и люди, кто поможет и поддержит. Было много обучения, мы ездили в разные регионы, проводили много разных мероприятий и так далее. Следующее ключевое, на что я хочу обратить внимание, ровно через год, ровно через год с момента регистрации была лидерская поездка в Сочи, лидерский тренинг. Александр Свистунов организовывал это мероприятие. Саша, вот за этот тренинг респект, он для меня стал судьбоносным. Во-первых, мы там очень круто прокачались, я пообщался с предпринимателями, понял, что это такое и в себе вырастил какие-то лидерские качества. Уже в феврале, буквально спустя 4 месяца, на сцене «Кроку Сити Холл» мы получали награды за командный результат, за результат московского офиса. Правильно, да? Награждали команду Москвы. Видите, эти лица счастливые? А помните ту рожу надменную с галстуком? Вот немного отличаются люди, да, вот тоже признание, но вот здесь корона на голове абсолютно отсутствует, партнерство, это про равенство, абсолютное равенство. Осознание номер 4, которое ко мне пришло, то, что мой успех в найме, это приятно, да, когда ты руководитель и все под тобой. В малом бизнесе то же самое, когда я руководитель и я самоумный. Это круто, ощущение, но есть побочный эффект, это корона на голове и тупизм. Застой, по-другому, все, буксуешь, расти некуда и нет ничего мотивирующего. Успех в окружении сильных людей в моем понимании это всегда равно рост и всегда как минимум x10 к моим результатам, потому что рядом с тобой такие же сильные люди, которые растут, разгоняются и всегда мотивируют. Дальше, дальше следующим шагом это была реализация моей ключевой мечты по жизни. Помните, я говорил про дом на море? Я честно мечтал, но я не знал, как это реализовать, не знал, что это возможно. В октябре мы съездили в Сочи, мне там понравилось, с Сашей после того тренинга в мае мы переехали соответственно уже жить в Сочи, что я получил для себя. Новый город, зелень, море, погода, климат, новые люди и я запустил бизнес в этом регионе, потому что есть возможности. Мысль была простая, мне вообще пофиг, где находиться. Предприниматели везде одни и те же, потребности у всех одни и те же, на сегодняшний день я понимаю, что мне без разницы в какой стране жить. Далее, дальше меня было уже не остановить, все знают жвачку Love is. Вот для меня партнерство с GIS это ровно то же самое и я сделал, вот я когда листал фотоальбом в своем телефоне, готовился к выступлению, выписал примерно 100 надписей для вкладышей, вот эти все помним, поставил сюда несколько ключевых. Для меня GIS это когда ты создаешь будущее. Мы проводим много презентаций, мы записываем видеоролики, мы создаем какие-то инструменты для партнерского сообщества. Ребята, программисты создают очень крутые инструменты. Для меня GIS это когда мы актуальны для рынка всегда на коне. Мы сделали что-то новое и не то, где уже все, а то, что актуально здесь и сейчас. Для меня GIS это когда рядом есть люди, с кем можно расти и создавать. Вот такие у нас есть команды. Для меня GIS это когда твои достижения видят, ценят, помогают и всегда помогут стать еще сильней. Вот фотография в центре она особенная. Вот здесь классно мы отмечаем, вот здесь классно меня признают, а посередине что это? Говорят, где можно подрасти. Дают объективную классную обратную связь. Для меня GIS это когда живешь и работаешь там, где хочешь, с кем хочешь и когда хочешь. Когда ты можешь встретиться с командой в любой точке мира. Об этом уже говорили. Здесь мы были в Турции, мы были в Дубае, катались в Марвел Парке, в феврале вот это Дубай, Дубайский пляж. Ключевое, когда работаешь в найме и то надменное лицо. Для меня GIS это когда работаешь и ты улыбаешься. Вот эти фотографии они абсолютно искренне. Мы ржем. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.